здравствуйте уважаемые подписчики сегодня в нашей студии на очередном подкасте поисковик патриот а в недавнем прошлом уже и депутат городского совета сергей василенко сергей с ребятами недавно вернулись со значимого мероприятия которым он сам немножко расскажет сергей здравствуйте здравствуйте до очередная вахта памяти для меня уже двадцать пятая для ребят у кого кто сколько уже занимается и 6 и 8 то есть у каждого по-разному для кого-то и первое сергей но все-таки вот давайте не к вахте памяти а чуть по порядку что это кто эти ребята которые вот занимаются ходят на бат или как что это такое кружок на бат или или какое-то движение и сколько людей вот стоит на бат ребята это как правило обычные студенты учащиеся школ изначально впоследствии ребята вырастают проходят службу в армии и все равно остаются с отрядом и мы их называем бойцами и они в отряде по сей день с удовольствием работают отдают свой долг родине занимается патриотическим воспитанием молодежи том числе воспитывают более молодых ребят поэтому очень важно и нужно вот наверное вот эту вот системность обновление пополнение отряда отряде на сегодняшний день больше 60 человек ну то есть не все могут выезжать кто-то участвовать в мероприятиях общегородских кто-то выезжать там на все возможные соревнования по возможности уже многие работают завели семьи но все остаются при отряде и отряд как бы живет и существует то есть каждый год на активных членов на бат можно сказать человек 60 который выезжают да ну нет выезжает обычно меньше в зависимости от года 20-30 сам больше выезжал 35 человек на основах потому что работа отряда это не только работа непосредственно участие в поисково-археологических экспедициях это и участие в различных мероприятиях это и посты номер один и различные мероприятия патриотической направленности то есть всевозможные те мероприятия которые проходят у нас городе и в районе не все молодые ребята и вот каждый раз употребляешь формулировку пост номер один я не думаю что все ребята знают можно пояснить что такой пост пост номер один отнесение почетного караула у мемориалов обелисков памятников то есть караул как и у мавзолея как и ну кремлевской стены могил неизвестного солдата также отдаем дань памяти воинам которые погибли с нашей балковской земли точно знаю что у вас помимо такой основной видимой деятельности которые вы занимаетесь на городских мероприятиях выездок на вахту памяти еще есть замечательный музей вот ссылочка друзья будет вот здесь наверху мы несколько лет назад с ребятами из набата снимались или роликов назывались и они история одной находки где в каждой и серии представитель музея муниципального учреждения набат рассказывают о какой-то одной находке ее истории то есть использование соответственно как она попала в этот музей обязательно посмотрите что сейчас какие-то новинки что-то изменения что в музее происходит и сколько там вот ребята работают там музей у нас существует обновленный музей существует 2015 года на базе нашего учреждения музеи хранятся более тысячи экспонатов всевозможных это и времен великой отечественной войны и те экспонаты которые были находки переданы и нашими товарищами поисковиками и жителями города булакова и булаковского района помимо основного музея у нас есть и передвижная выставка так называем музей на колесах который показал свою значимость и нас начали приглашать по по всей территории саратовской области и мы уже выезжали в 13 районов саратовской области и думаю что мы продолжим эту работу сам мы работаем более такой в зимний период времени когда он больше времени подготовки и проведения таких мероприятий как выезды музея передвижного поэтому ездим неоднократно доказывали как на региональном всероссийском и уже дошли до международного уровня что довольно таки минимум вложения максимум эффект да мы имеем множество наград и если говорить о 2020 годе это пандемийный год и год когда многие практически не работали мы ушли в такое пространство для участия в различных конкурсах которые проводились на всей территории российской федерации и в том числе начали с региональных попробовать сможем ли мы добиться каких-то высоких результатов на региональном мы сразу заняли первые места не поняли что вам нужно участвовать уже в более масштабных и доказывать то что мы лучшие уже и на всероссийском уровне на всероссийском уровне в екатеринбурге мы заняли второе место среди 100 лучших работ это топ 100 лучших работ со всей россии были мы заняли второе призовое место потому что для нас было второе как первое потому что наши оппоненты ну довольно таки серьезные подготовленные были проекты и дорогостоящие наш проект всего там если говорить в денежном эквиваленте но это порядка 100 тысяч рублей за все буду нет я имею чтобы создать этот проект музей на колесах мы потратили 100 тысяч рублей то есть не такой дорогой но эффект то есть менять экспозицию соответственно ну да но находки то они мы сами их находим поэтому для нас они здесь это именно касается материальных ящик там сами до перевозки подсветка музыка то есть вот поэтому для нас музей на колесах наверное стал такой визитной карточкой балакова и балакова сегодня узнают везде и музей на колесах знают уже даже ну которые люди приезжали там тот же максим вернее борис галкин приезжал он сразу кого да я читал видел знаю то есть всевозможные люди из москвы московской области пскове нас знают смоленске в ленинграде то есть уже это их отголоски нашей работы хотя мы работаем на территории саратовской области она уже дошло довольно таки далеко вот все-таки возвращаясь немножко вот уже ближе к там к вахте памяти да но ребята как они попадают на бат вот вот сам процесс как вот молодые ребята или даже там пусть взрослых те кто хотят как они попадают в основном у нас проходит набор в конце года это где-нибудь конец октября начало ноября мы набираем новое пополнение это в основном школьники либо студенты тех ну вот возраст от 16 лет начинаем вот и начинаем с ними заниматься то есть проводим всевозможные занятия это и поисковые различные направления это изгумация и работа с той местностью где мы проводим то есть история той местности какие были бои какие части соединения там сражались какую работу нам предстоит это и анатомия потому что сегодня школьного курса анатомии не хватает для понимания всех ну костей скелета и многие знают только основные кости вот так как мы выкладываем все это на баннер и вся эта работа довольно таки сложная нужно понимать какие кости есть человеческом теле и плотно изучать все практически как у археологов сначала предварительно архивные деятельности изыскательные затем уже разведка и затем уже соответственно стационарные лагеря но как правило разведкой мы сами не занимаемся то есть тут нам помогает коллеги которые организовывают эти вахты памяти они в большей степени занимается разведка потому что нам ехать за 2000 километров проводить разбит довольно таки сложно поэтому разведкой в большей степени они занимаются и те работы которые мы проводим поисков археологических экспедициях это сегодня подъем забытых захоронений даже можно быть не захоронения оси точнее быть то это времянки так называемые то есть временные захоронения которые остались от эвакопунктов от госпиталей которые были забыты по факту должны были перенесены быть и более укропнены быть но на самом деле остались там где бы несовершеннолетние до там 16 до 16 лет попасть не могут несовершеннолетних мы по закону не можем работать с лицами не застигших неважно есть разрешение родителей нет и как бы ну возраст еще такой всех когда до слабо и многие отряды конечно пытается работать 14 лет но видно что тяжелая физически нагрузка которая там происходит и психологическая нагрузка на все равно присутствует как будто не был лучше начинать 16 это уже опыт показывает ну вот давайте конкретно вот приехала организованная группа набат сколько вы там одни работаете не одни кто как это вообще выглядит то есть это просто лагерь может у вас там гостиничный комплекс стоит я не знаю с джакузи или нет хотелось бы наверно чтобы стоял гостиничный комплекс но это полевой лагерь в первую очередь полевой лагерь и мы не одни если говорить про прошедшую вахту то это порядка 200 человек был довольно таки большой состав и приехали не только мы из саратовской до земли то еще были у нас и перь это коми это и сам псков естественно наши коллеги из усвят и невеля то есть тех районов которые граничит и находятся непосредственно месте работы поэтому обычный полевой лагерь костер приготовление пищи все как положено распределенный дежурство дневальный наряд как положено то есть старшие наряда есть и дневальные которые выполняют всю работу в лагере а как вот вы определяете территории где непосредственно будет работ на бат работать это вот какие-то предшествуют конференции встречи что туда приезжают все поисковики там с россии как у нас мы очень взаимодействуем с невельским отрядом гвоздико то есть это головной отряд который распределяет работы именно на предстоящей вахте то есть это те люди которые им эта земля очень близка и они знают практически все точки где нужно прорабатывать то есть они нам сбрасывают информацию по тому или иному месту где нужно проработать поискать какие-то архивные материалы достать какой-то новые какие-то сведения из нашего банка данных об этом мемориал центрального архива министерства обороны и мы уже начинаем работать вот таком ключе то есть вся в основном разведывательная работа ложится на местные отряды что им проще они могут любые выходные взять собраться приехать поработать посмотреть стоит не стоит ну все же даже зритель я думаю спросишь что вы приезжаете с там с ребятами 16 лет война это война боеприпасы бомбы гранаты может быть какие-то другие взрывные вещества там как вот с ними обходится при нахождении привиск поисковики что они должны сделать ну все поисковики проходят технику безопасности как и на любой работе ее придерживаться нужно очень строго потому что как и любая техника безопасности она написана опытом и печальными событиями которые не соблюдали технику безопасности а мы знаем что в этом году волгоградской области у нас подорвались два поисковика вот точные причины еще пока неизвестны но скорее всего не соблюдение техники безопасности был поэтому техника безопасности первую очередь соблюдение при обнаружении каких-то непонятных предметов потому что не все могут понимать что это там ну да и взрывчатая невзрывчатая то есть любой непонятный предмет это уже опасный предмет все это знают и по обнаружению мы сообщаем старшему параскопу старший параскоп принимает какие-то определенные меры либо это саперы нужны либо еще что ну вот быт как допустим состоит то есть понятно что организуется там дежурство и особых условий нет это полевые уже понятно что приближенный в принципе к что к армейским маневрам что там и к археологическим обычным экспедициям ребята что делает тут допустим кто-то отчеты у вас какие-то есть археологить ну в данном случае не археологически фотографирование фиксирование как сам технический процесс вот осуществляется при подъеме бойцов как ну если говорить за сам бивак да за сам лагерь то в принципе сегодня все условия созданы для того чтобы нормально существовать ну по-человечески существовать где быть ну то есть где помыться где умыться то есть если умывальники есть и баня у нас сегодня где мы моемся как положено что вашу которая была мечтой и мы ее делали всегда самодельный там пытались там греть камни все остальное сегодня есть баня в которой и греет воду и которые создают температуры в которой можно с комфортом помыться в набате вообще ограничен как там можно состоять долго или там какой-то возраст есть вот определенные нет если как бы исконно пришел допустим 16 там 20 лет пришел то пределов уже нет обычно правоохранительные органы да фсб и все остальные они обращают внимание на тех допустим кто пришел ни с того ни сего в 40 лет понятно что если он 16 лет мне нельзя уже но послужной списке есть определен до принимал участие в тех или иных вахтах а тут не с того сего пришел человек который уже сознательно пришел в поиск естественно будет много вопросов не черный лен копать да то есть какой цель он туда едет понятно что ребята едут с целью воспитания в вековечении то есть цели понятного них они еще многие вещи и не понимают в принципе а когда человек сформированный естественно задают очень множество вопросов для чего же проверка осуществляется да и даже когда мы впервые попали на псковскую землю 2016 году у нас очень долго проверяли практически два года нас проверяли смотрели и просматривали кто мы что мы откуда мы зачем никто не хочет брать на себя ответственность за людей которые не было ненадежно и едут туда с какими-то корыстными целями такие тоже существует поэтому под прикрытием поисковых отрядов могут приехать все кто угодно ну все-таки вы-то как бы официально зарегистрировали муниципальные автономные учреждения бюджет бюджет мбл да а есть поисковые отряды они как нко да поэтому здесь тяжело определить да потом все этом боятся чтобы не подставили и вахту не подставили всех но мы себя зарекомендовали очень хорошим отрядом работоспособным выполняем работы не только за себя но и помогаем своим товарищам потому что отряд будет малочисленные и присутствуют девушки им очень сложно выполнять тяжелый физический труд поэтому многие ребята идут в помощь таким отрядом помогают и нас всегда ценят и есть даже выставили пост на неевельском сайте где описывает про наш отряд что мы выполняем сложную физическую работу помогатор и на нас просто все там как говорится молиться чтобы мы приезжали каждый год и помогали тоже не всегда девушки все хорошо но как эксгуматоры они хорошие в принципе тут вопросов нет а именно выполнять работу которая нам допустим досталось в этом году это было просто что-то с чем-то и естественно что девушки выполнить я не могли кого-то девчата есть в отряде у нас нет а были нет ну как бы при мне не был сексизм как не ну просто я считаю что ехать за две тысячи километров там надо работать там надо работать отпускай все физиологические да еще потребности и в сугубо мужском коллективе намного проще и понятнее управлять ребятами молодыми все знают что все будут готовить все будут стираться все будут мыться ну то есть нет никаких там это мы все равно держимся как-то обособлено от общего лагеря и в принципе к нам уже привыкли в начале как-то это в штыки воспринималось почему мы живем чуть отдельно от всех вот у нас свой лагерь который огорожен есть определенные дисциплины есть определенные требования в лагере то есть просто так зайти посторонний человек не может на территории лагеря минимальный наряд естественно сразу спросить прям забором область но не забором чем у нас волчатник на сигнальная лента и соответственно и у дежурного по лагеря у нее есть свисток и на случай если кто-то проходит там же будет грибники и приходит но все-таки там имущество и довольно таки ценное имущество хранится и приборы и все остальное чтобы лагерь заходил тот посторонний нельзя ну давайте все-таки к вахте памяти этого года перейдем что предстояло что какие объем работы что то что интересно с чем столкнулись расскажите подругу международная вахта памяти 2021 года проходил на территории псковской области у святского района причем наверное стоит отметить что тысячу лет исполнилось у святом и не каждый может похвастаться видим по юбилейная кружка который тысячу лет 1021 год образования у свят и мы в 2021 году приехали туда на вахту довольно таки символично получилось тем более пандемия вложила то что 2020 год это провальный год когда мы не работали не работали я имею ввиду на вахтах мы работали больше по архиву но не работали на вахтах соответственно для нас это было просто как как мед приехать и снова работать вот работа проходила с 31 июля по 10 августа на территории этого района место в принципе с одной стороны и простое там где мы работали но с другой стороны сложно потому что из поле что это был лес но его подготовили спилили все деревья остались только одни пни и нам приходилось выкорчевывать полностью эти пни но у вас какая-то техника работала в основном бензопилы топоры то есть все подрезали как обычно но всегда пень это настолько непредсказуемое что корни уходит непонятно куда и как и приходилось и подкапывать вот эта подготовительная работа на ну просто заняла максимум усилий вот потом конечно пошел песок и песок уже копать больше ну как бы удовольствие приносит чем конечно выкорчевывать этих не вот и этот район он был ну это большой городе с деревни далеко находится вот вблизи находится урочище кадр называется кадр кадров ну как бы все там называют и на этом месте 98 отдельные медицинский санитарный батальон располагался и это место временного захоронения всех тех кто умер в этом медицинском батальоне но у меня такое ощущение сложилось после того как мы начали обнаруживать останки что не все попадали в этот медицинский батальона многих уже везли непосредственно с поля боя сразу во враг надо хранить и почему мы сделали это предположение потому что многие были одеты форме на одежду имели обмундирование как форменная обувь то есть либо ботинки либо сапоги были и соответственно весь обвес то есть подсумки гранаты тоже находили в этом роскопе очень редко встречается так чтобы боюсь это не характерно для даже в госпитале как правило раздевали полностью и бойцов уже хоронили либо просто в нательном белье либо вообще без ничего вот раскопа запомнился тремя хорошими днями светлыми солнечными а потом пошел просто дочь проливной и но эта территория мы понимаем мы много работали в ленинградской области мы понимаем что 320 дней в году просто идет дочь и готовы были и температурные вот эти рамки они конечно очень сильно отличаются от саратовских когда в нем было 21 23 ночью опускалась до 8 7 градусов плюс плюс влажность влажность вам практически сто процентов от 80 до 100 процентов чем-то пилист и на чем гриле у нас как обычно как бы дрова газ мы не возить не газ не возим как бы дрова есть дрова она как бы и приготовление пищи на дровах намного лучше чем на газу и сушняк по лесу всегда присутствует его тоже нужно убирать из леса чтобы он тоже не мешал все поисковики работали с одинаковых вот именно на месте госпиталя это все занимались просто вас каждый свой сектор дамал вот сколько бойцов вы в этот год подняли и сколько удалось идентифицировать общее количество всех если всех отряду взять тех рабочих отрядов которые выезжали потому что были там и дети среди потому что это молодежная он как бы подразумевал и дети там и 10 лет были и разные то есть многие оставались в лагере там проводили время там за разными конкурсами а мы выезжали непосредственно раскоп и работали там определили нам границы нашей территории то есть мы прощупывали щупами края могилы и уже определяли где нужно провести шурфирование после того как мы доходили до останков непосредственно мы уже потом разрабатывали ну что щуп как правило двух ну там полтора метра восемь щуп он не брал просто до останков и щупам невозможно было по шут в такую погоду мне когда нам зальет все да нет но нам повезло когда мы начали только разрабатывать так как песок и все-таки песок он это не глина это не это поэтому песок быстро все проникает вода и она не задерживается в принципе с песком нам повезло здесь и приходилось просто наугад на пустоты да когда щуп валится просто и определяются пустоты что есть что-то то есть тронутая земля так будем говорить не материк соответственно мы там и прорабатывает но глубина я говорю во многих доходило даже больше двух метров то есть копали больше человеческого роста и выкопали для чего-то глубоко закопали мне непонятно но наверное боялись что животные легко раскопает песок и смогут достать эти тела этих войн интересно вот я помню прошлые вахты памяти вы рассказывали о том что пришлось даже баню там частную двигать для того чтобы добраться до раскопа как мы здесь вот такие здесь в большей степени мы попали на делянку до где был выпилен лес специально подготовлен территория поэтому таких каких-то не ординарных моментов не было но если говорить про раскоп то нам удалось за эту вахту поднять 16 останков бойцов в общем подняли 46 общими усилиями вот несколько мест проверяли других мест в другом в других районах но это же этого же района в других точках вот там оказалось что нет ничего возможно что уже были перенесены как положено а вот здесь мы наткнулись но вот этот раскоп и в принципе много личных вещей нашли подсумков то есть какие-то вещи которые вот нам с собой тоже принесли медальоны то касается медальона медальон один нам удалось найти прохоров александр нашел медальон у нас и почему не стали открывать потому что все-таки песок и даже кости во многих раскопах были настолько испорчены вот этим песчаным это тоже вода пропадает на и просто разрушается что кость и она визуально просматривается когда я начинаю брать в руки она просто засыпается поэтому не стали рисковать судьбами этих солдат и все-таки решили сдать их на экспертизу чтобы уже в кабинетных условиях смогли открыть смогли прочитать как положено совсем там с глицерином совсем чем положено пока данных нет пока нет но я думаю что как правило берут от полумесяца до месяца на открытие всего найдено было четыре медальон общими силами всех всех поисковых отряда надо пояснить что как бы у нас воспринимать что идентифицирует бойца очень легко как бы да у всех медальоны ну вот он получает на 46 у вас один и на 16 на 46 4 всего 4 но это и понятно потому что если говорить про историю да если вспомнить вообще про медальоны работали мы на период 1943 года то есть по боям 43 года и мы все прекрасно знаем что в ноябре 42 года были отменены медальоны оставили только красноармейские книжки и те были бойцы обязаны задавать штаб перед боем поэтому при бойцах как правило не было никаких опознавательных либо удостоверяющих личных документов не было ничего даже если вы красноармейские книжки предположим что были у бойцов то до сегодняшнего момента в таком грунте вряд ли бы они сохранились даже в музейных условиях не факт что сохраняться медальон это редкость это те воины которые получили еще до отмены все они воевали и прослужили основная масса бойцов это 47 стрелковой дивизии который там воевала она была создана из сначала курсантского впоследствии стал 47 стрелковой дивизии это калининский фронт там как бы вся территория вот калининского фронта здесь представлены тоже две так называемые агитационных листовки немецких агитационных листовки где воинам предлагают под разными предлогами сдаться в плен и оригинал и да это оригиналы можно зачитать может перед эфиром смотри я сейчас зачитаю для наших подписчиков бойцы 325 стрелковой дивизии освобожденные из калининской области и украины здесь надо пометить что если на украинском языке а здесь на русском обращение и вот как бы штамп и подписи сейчас зачитать слушайте правду пока не поздно несколько дней тому назад вас пригнали на фронт плохо обученных голодных что не удалось вашим предшественникам гвардейцам 67 стрелковой дивизии прорвать наши обороны это требует от вас вы будете истекать кровью как и они за что хотите пожертвовать вашей жизнью вы сами пережили немецкая ига это вопрос как бы мы здесь почему-то не стоит вы знаете о том а то и лжи коммунистов и партизан как они наговаривали на немцев и старались освободить вас от хорошей жизни и что теперь получили от кровососа сталина как скот возгонят на убой ваши семьи голодают их запрягают в луги их обобрали и рассеяли на все четыре стороны разлучили матерей с детьми штамп стоит эта листовка является пропуском на германские линии даже номер есть печатать серии партии тут немножко такая пода под обожженные вот такие аги . не знакомы я когда читал перед эфиром не некоторые ассоциации возникли я их вот такие как бы тезисы и слышно в принципе сейчас в мирное время у нас из некоторых и интернет источников я думаю различных каналов даже да такие листовки встречались и зачастую солдату нельзя было собирать такие листовки если бы политработники вы увидели такие листовки в солдат было бы много проблений ну да крутить да понятно разжигать бумагой бумага рассыпали их как правило специальные гитационные снаряды были которые рассыпали сверху срабатывал снаряд и рассыпал до тысячи штук в одном снаряде находиться поэтому их было очень много на позициях естественно в ночное время их заставляли собирать и уничтожать сжигать а здесь вот что еще за личные вещи представлено здесь обычные личные вещи которые в принципе постоянно встречаются у бойцов это и расческа перочинный нож ну что карандаш причем всегда вот когда находишь да там карандаш понимаешь что солдат там писал письма заполнял ну сложно даже вот современной молодежи не всегда понятно на карандаш карандаш в эту карандаша я скажу что не у многих бойцов мы находим карандаш или передавали чистки и видно что вот этот вот ее даже карандашом ты сегодня тяжело назвать сегодня мы выкидываем если остается столько от карандаша вот в то время хранили и почему хорошо сохранился он в гильзе находился гильза испортила вся карандаш принципе хорошо сохранился это три копейки 38 года принципе но ходячка того периода монета и пуговица пуговица форменного обмонтирования тоже такие вот серпом и молотом сразу все звезды для нас он как тот наверное какое-то вдохновение дает когда находишь и бойца и находишь отличительные какие-то элементы вроде казалось да там банальная расческа сегодня наверное такие же продаются повсеместно и сложно представить что кто-то расчесывался кто-то жил обычной жизнью наверное не хотел умирать точно и хотела дожить до победы остался на усвятской земле и не смог вернуться не смог вернуться к родным близким а очень этого хотел поэтому вот тут вот это и нужно передавать сегодняшней молодежи какой ценой цена победы она была настолько огромная и потери были огромные именно для того чтобы мы сегодня жили под вот этим мирным небом да мы сегодня много ворчим что мы живем плохо мы живем это и не понимаем просто ценность расчески элементарно или карандаша то есть да если сравнивать с чем-то лучшим может быть и плохо а если сравнивать с периодом сороковых годов то мы живем довольно таки хорошо вот в этих походных полевых условиях да ребята проникаются от и до то есть от начала постановки лагеря до до момента захоронений когда ты сам поднял это уже прадеды во многом даже прапрадеды уже этих ребят и ты понимаешь что ты сделал может быть небольшое но ты сделал то что не делают многие сегодня летний период когда все отдыхают все гуляют там расслабляется за компьютером то как то эти ребята отдали это время отдыха у кого-то отпуска то есть кто-то работает просто в рабочее время в отпуск поехал не куда-то там отдыхать а поехал вот такие сложные полевые условия но понимаешь что долг да они отдали свой долг перед нами а мы должны отдавать свой долг сегодня это долг память потому что это нужно не мертвым это нужно в прошлом году с сергеем василенко мы снимали с бойцами отряда набат фильм но так мы его и так и не выпустили пока еще по разным техническим причинам так далее если помните в прошлом году было большая реконструкция обелиска победы и на пилоны памяти были занесены многие фамилии которых там ранее не было вот это тоже произошло благодаря архивные иной деятельности бойцов набата вот и об одном из таком бойце как вот красную линию то есть историю мы хотели как бы выпустить такой документалочку небольшой фильм вот надеюсь вот вот этой передачи мы себе такие уже рамки поставили что отступать никто не заданная надо делать закончить материал материал интересный и человек такой неординарный попался который мы выбрали вот буквально сразу вот про него ануфриев от человек который достоин быть увековечен не только на пилонах обелиска но и вот в таком фильме где рассказывается о его судьбе думаю обязательно выпустим обязательно доделан сергей спасибо за интересную беседу надеюсь что наши зрители будут подписчики более активно следить за деятельностью патриотического направления наших ребят из набата будут посещать музеи выставки вот потому что это на самом деле очень важный вопрос как говорят не помню своего прошлого соответственно у вас и у нас не будет и будущем спасибо сергей всем спасибо до свидания